Сделано в зоне, сделано качественно. Ручная работа талантливых сидельцев, мастерящих не за страх, а на совесть, всегда отличалась добротностью исполнения и особым стилем. И-667-9 под началом прокуратуры Южно-Казахстанской области был проведен конкурс на лучшие изделия, которые выпускаемы исправительными учреждениями руками осужденных лиц. Поставить самобытное творчество на производственный поток значит решить не только экономические вопросы, но и обеспечить социальную реабилитацию заключенных, чтобы не потеряли полезные навыки, освоили новые профессии. Да и время за работой бежит быстрее. Я сейчас зарплату получаю, может и небольшие деньги, но все-таки могу и семье помочь, и самому есть стимул работать. В данный момент трудоустройство осужденных в исправительных учреждениях составляет 64%. Однако до конца 2018 года этот показатель планируют довести до 75%. Экономический эффект также говорит сам за себя. На сегодняшний день более 2 миллионов тенге погашено, перечислено, как и погашено, ущерб перед гражданской милицией. Также более 5 миллионов перечислено в счет погашения ущерба перед государством. Вот этими осуждениями. Это на два раза больше, чем в прошлом 2015 году. По результатам этого конкурса победителями стали швеи из женской колонии, мастера по дереву и металлообработки из колонии строгого режима. Трудовая занятость осужденных и развитие у них навыков предпринимательства повлияет и на профилактику рецидивов преступлений, уверенных в КУИЗ и прокуратуре. А потому в ближайшее время планируется провести конкурс на лучшие бизнес-проекты среди заключенных.